В эфире выпуск международных новостей из студии Жанна Мамилова. Здравствуйте! Подведем итоги уходящей недели. Сегодня выпуски. Завершились выборы в Израиле. Нетаньяху празднует победу. В Иерусалиме провели очередную пасхальную уборку стены плача. В Санкт-Петербурге прошла масштабная конференция, посвященная вопросам сиротства в России. В Александринском театре прошел благотворительный фестиваль в поддержку людей, страдающих онкологическими заболеваниями. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху заявил о победе на выборах Кнессет. Как сообщает газета, со ссылкой на израильскую корпорацию телерадиовещания партию Нетаньяху Ликут поддержали 29% избирателей. Она получает 35 мандатов. Ровно столько же голосов и мандатов получает центристский блок Кахоль-Лаван. При этом союзники Нетаньяху от других правых партий заявили, что поддержат его кандидатуру на пост главы правительства. Народ Израиля вновь уже в пятый раз оказал мне доверие и даже больше, чем раньше, когда мы получали так много мандатов, я не помню, отметил идущий уже на пятый рекордный срок Нетаньяху. По мнению публициста Евгения Бени, у Нетаньяху огромный геополитический опыт и его предки родом из Российской империи, полагает Бень. Агитация в день выборов в Израиле не запрещена, и этим воспользовался Нетаньяху, который пришел на один из пляжей в Нетане и упрекнул отдыхающих в том, что вместо того, чтобы пойти и проголосовать за его партию Ликут, они наслаждаются морским побережьем, пишет Times of Israel. Кроме двух главных фаворитов, в выборах участвовали более 40 политических партий. В среду, 10 апреля, уборщики вооруженными длинными палками начали очередную пасхальную уборку стены плача в Иерусалиме, сообщает Евроньюз. Из щелей между камнями они достают записки с просьбами и обращениями к Богу, чтобы освободить место для новых посланий. Старые не выбрасываются и не сжигаются, а захораниваются на Масличной горе, как и все тексты, где упоминается Всевышний. Стена плача, или западная стена, длиной 485 метров, – часть стены второго храма, разрушенного римлянами в 70-м году н.э. Большинство заложенных в стену записок, как выяснилось, принадлежат не иудеям, а приезжим туристам. В Санкт-Петербурге суд отказал органам опеки в иске о лишении родительских прав слабослышащей матери двоих детей, пишет Правмир со ссылкой на фонтанку. Теперь Олеся Уткина, у которой изъяли детей, сможет продолжить воспитывать их. Суд прошел в закрытом режиме. Президент Северо-Западной ассоциации приемных родителей ребенок дома Мария Эрмель рассказала, что на заседании сосед матери по коммунальной квартире признал, что хотел выкупить ее комнату. После этого прокурор и представитель уполномоченного по правам ребенка попросили не лишать женщину родительских прав. Напомним, у Олеси Уткиной забрали детей 2 и 5 лет после того, как она уснула и не открыла дверь врачу. Основанием для изъятия стали свидетельства соседей по коммунальной квартире. Позже, благодаря общественному резонансу и помощи волонтеров, детей отдали под опеку бабушке. В Санкт-Петербурге прошла масштабная конференция, посвященная вопросам сиротства в России. Какова сейчас ситуация с установлением детей, разузнала наш корреспондент Кнари Нерсесова. На конференцию до последнего прибыли 33 спикера высочайшего уровня, представители из 20 регионов страны, среди которых чиновники, юристы, священнослужители, психологи и, конечно, приемные родители. Они собрались в концертном зале Колизей, чтобы обсудить новые пути к тому, как оставить Россию без сирот. Ожидания такие, что, во-первых, на уровне северо-западного федерального округа может вполне сформироваться сообщество, межсекторное сообщество, заинтересованное, которое будет впоследствии воплощать то, о чем мы говорили, на постоянном контакте. Ну и второе, конечно, мы уточняем направление работы, уточняем наш сигнал на всероссийском уровне. Люди, представители регионов, действительно, от Калининграда до Хабаровска поедут домой и будут влиять на те процессы, которые там происходят, уже с точки зрения того, как мы это определили на конференции. 60 тысяч детей в России ежегодно становятся сиротами. В 2019-м у Альянса фокус на интересах детей из невостребованных категорий. Подростки, дети-инвалиды, дети без статуса, дети с двумя и более братьями и сестрами. Конечно, количество детей-сирот и оставшихся без попечения и в России, и в Санкт-Петербурге, в частности, постоянно снижается. Но очень усложняется контингент всех детей, которые находятся в сиротских учреждениях. И поэтому у потенциальных приемных родителей есть определенные риски при приеме таких детей в семью. Главное – осознанный подход и готовность любить и заботиться о ребенке. Вопрос подготовки потенциальных приемных родителей решить не так сложно. Вы знаете, сейчас есть специальные курсы в школах приемных родителей, которые предназначены именно для людей, готовых потенциально взять, например, ребенка-инвалида. Несмотря на сопутствующие трудности, многие из участников конференции сами являются приемными, часто многодетными и, что важно, счастливыми родителями. Как, например, пастор Роман Мазжерин. На каждой конференции, подобной конференции, мы делаем завтрак для священнослужителей. И буквально он 30 секунд назад закончился, мы только оттуда наполнены. И это приятно понимать и осознавать, что священнослужители региона, они заинтересованы в том, чтобы такого проклятия, как сиротство, оно не было на нашей земле. Президент общественного телеканала ТБН Виктория Никитина Шин с приветственным словом выступила во второй день конференции. Я хочу сказать, что вообще в целом это движение, Иван Николаевич называет это альянс, я думаю, что тоже за этим стоит гораздо больше, чем альянс, просто чем объединение организаций с похожими задачами и целями. Это целое общественное движение, которое инициирует, поддерживает и, скажем, катализирует процессы изменений в обществе, изменений позитивных. То же самое делает наш телеканал. Детям-сиротам не требуются идеальные родители, скандируют участники фестиваля. Нужны те, которые предоставят семью, любовь, поддержку и дружбу. Кнари Нарсесова, Степан Львов, Новости ТБН. В Финляндии уже заработала пилотная установка, которая делает еду из воздуха, пишет российская газета. И хотя пока эти продукты не увидишь на прилавках, так как предстоит стадия тестирования на животных и на людях, но на 2021 год намечен пуст завода, где будут выпускать миллион тонн воздушного продукта, точнее белка, который можно обеспечить половину населения страны. Этот метод позволяет производить еду даже в пустыне или на северном полюсе. Как известно, любой белок состоит из тех же элементов, что и воздух, это азот, водород, углерод, кислород. Разница только в соотношениях и конфигурациях атомов. С помощью электричества обычный электролиз пар разбивается на кислород и водород. А дальше к ним добавляется углекислый газ и небольшое количество микроэлементов. Это очень питательное вещество, но захочется ли его есть? Ведь еда – одно из главных удовольствий человека. Но воздушную пищу в сыром виде никто и не предлагает. Из такого порошка можно делать любые продукты – хлебы, шашлыки и салаты. По сравнению с традиционным сельским хозяйством, этот метод не требует особой почвы, пестицидов, токсичных удобрений. Он может решить проблему голода в развивающихся странах, позволяет производить еду даже в пустыне или на Северном полюсе. В Санкт-Петербурге прошел благотворительный фестиваль в поддержку людей и детей больных онкологии. Подробности в сюжете. Разговор о жизни во имя жизни с актером Сергеем Буруновым состоялся в концертном зале Колизей. «Лайф Толкс» – это новый проект благотворительного фонда «Яркая жизнь», который призван вдохновить людей на то, чтобы помогать другим. Скольким людям удалось помочь за 8 лет. Нам в январе было 8 лет фонду. Это сотни. За это очень благодарны людям, волонтерам, партнерам, которые нас поддерживают. Наши направления – это дети-сироты, дети с тяжелыми заболеваниями, одинокие пожилые люди. В каждом из этих направлений мы помогли сотням детей. На сегодняшний день помощи от фонда ожидают более 70 детей с диагнозом детский церебральный паралич. Собранные с этого мероприятия средства пойдут на лечение и реабилитацию трех подопечных фонда. Это Алина, диагноз остеосаркома. Сумма к сбору очень большая была. Где-то месяца два назад эта сумма была порядка 20 миллионов, если я не ошибаюсь. Это мероприятие нам позволит собрать конкретно на Алину 500 тысяч рублей. И по 200 тысяч рублей мы отправим на реабилитацию детей ДЦП. Илья и Никита. Атмосфера на встрече была домашняя и теплая. Сергей Бурунов поделился историями из жизни и с юмором ответил на вопросы Александра Малича и нескольких зрителей. Подопечные фонда в видеообращении поблагодарили актера и всех участвующих за помощь. В первую очередь пришли, потому что это мероприятие благотворительное и хочется помочь детям. Ну и плюс, конечно, Сергей Бурунов, достаточно интересный актер и хочется познакомиться с ним как-то поближе. По словам ведущего Александра Малича, желание помогать другим есть практически у всех. Проект Life Talks дает людям возможность совмещать приятное с очень полезным. Зритель, который придет сегодня, он получает совершенно очевидную беседу с Сергеем Буруновым и платит за нее деньги. А то, что дальше эти деньги идут кому-то в помощь, зритель может об этом даже не знать. Происходит это против его воли? Ну я думаю, что все, когда узнают, если кто-то не знает, что это благотворительное мероприятие, будут рады, что они кому-то помогли. Организаторы Life Talks планируют пригласить и других интересных людей, которые смогут поделиться своим опытом в формате открытого интервью. В данный момент ведутся переговоры с писателем Александром Цыпкиным. Кнари Нерсесова, Степан Львов, Новости ТБН. Песня христианской группы Мер Симы «Можно только представить» появилась в 1999 году и стала самой популярной христианской песней всех времен. В 2018 году Эрвин Бразес сняли фильм «Можно только представить», в котором показали не только историю создания песни, но и сложные отношения лидера группы и автора песни Барта Милларда со своим отцом. Фильм собрал более 85 миллионов долларов в кассах, несмотря на скромный бюджет в 7 миллионов долларов. Однако миссионерское влияние фильма продолжает распространяться по всему миру. Когда фильм становится хитом в Америке, объяснил директор Джон Эрвин, многие страны мира начинают платить за право переводить и распространять наш фильм. Та, что Евангелие автоматически распространяется вместе с картиной. Невероятно, но Китай, который в последнее время все жестче преследует христиан, платит за право переводить и показывать христианский фильм на своей территории. Американский актер Крис Пратт, звезда фильмов «Стражи галактики» и «Мир юрского периода», находясь сейчас на пике своей карьеры, отказывается сниматься в сексуальных сценах, потому что это оскорбляет его христианскую веру, передает Афмедю со ссылкой на LiveSiteNews. Его карьера сейчас в самом расцвете, но вопреки ожиданиям своих многочисленных поклонниц, Крис не только отказывается участвовать в каких-либо сексуальных сценах, но даже отказывается рассматривать подобные сценарии. В настоящее время главный герой «Стражи галактики» занимается благотворительностью, посещает детей в больницах и цитирует писание на своей странице в Facebook. Карьера Криса Пратта начала расти вместе с ростом его веры во Христа. В 2009 году Крис женился на актрисе Анне Феррис, и их новорожденный сын первый месяц своей жизни провел в отделении интенсивной терапии для новорожденных, а его родители в это время непрестанно молились. Позже Пратт заявил, что это восстановило его веру в Бога. Он не просто восстановил веру в Бога, но по-настоящему пересмотрел свои отношения с ним. 18 апреля 2019 года в Москве в Центральном доме шахматистов состоится первый межконфессиональный турнир по шахматам. Организован турнир Российским объединенным союзом христиан Веры Евангельской при поддержке правительства Москвы. Главным рефери соревнований будет трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, пишет пресс-служба РосХВЕ. Межконфессиональные турниры по мини-футболу уже давно стали доброй традицией межрелигиозного диалога российской столицы. При этом видно, что дружеские отношения между конфессиями развиваются, о чем свидетельствует появление нового межконфессионального спортивного турнира. Теперь представители религии, которые действуют в Москве, будут играть в шахматы. В качестве главного рефери соревнований выступит легендарный шахматист современности, трехкратный чемпион мира Анатолий Карпов. По мнению начальствующего епископа РосХВЕ Сергея Риховского, новое начинание в области межрелигиозного диалога еще больше будет способствовать улучшению отношений между верующими разных конфессий. Пристрастие 11-летнего вьетнамского мальчика к жестоким видеоиграм привело к депрессии и суицидальным настроениям. Увлечение Минь Виета жестокими видеоиграми началось в 8 лет. С тех пор он играл в них по несколько часов в день. Тревожным сигналом стали мысли о самоубийстве после того, как однажды мать отругала его и забрала iPad. После этого ребенок хотел покончить с собой, прыгнув с крыши, как это делали герои его видеоигр. Мать мальчика сильно встревожилась, узнав об этом от сына. Будучи христианкой, она знала, что молитва и Слово Божье могут решить проблему сына. Также она решила, что нужно чем-то отвлечь внимание ребенка от видеоигр и повела его в клуб суперкниги. Сегодня Минь больше не увлечен видеоиграми и он стремится к пониманию Библии. Иногда он говорит маме, что чувствует себя очень грешным, но верит, что Бог спас его. Через христианский мультик Бог коснулся мальчика и он узнал, как сильно Иисус любит его. В Самаре прошла конференция, цель которой – научить служителей нести Евангелие современному миру. Все подробности в сюжете наших коллег. В Самаре прошла первая региональная конференция по управлению и коммуникациям в сфере христианского служения «Церковь мечты». На площадке Евангельской церкви «Дом Божий» собрались пасторы и руководители религиозных и благотворительных организаций, администраторы и юристы, лидеры служений и специалисты по связям с общественностью. Церковь мечты – это церковь, которая несет Иисуса Христа в этот мир на современном, понятном, доступном языке, учитывая культуру этого времени. Это открытая церковь, это церковь для людей. Эта конференция призвана как раз-то ответить на вопросы, как это делать. Как делать это в интернете, в медиапространстве, как мы можем разговаривать с госслужащими, с чиновниками на понятном, доступном им языке и доносить до этой группы людей Евангелия Иисуса Христа. Это конференция о том, как нам быть правыми перед Богом в юридических вопросах и соблюдать законы того государства, в котором мы живем. Эта конференция призвана поднять, обозначить все те вопросы, которые ставит перед церковью современный мир. Открыл конференцию доклад гостя из Москвы. Специалист в сфере государственно-конфессиональных отношений Дмитрий Таранов посвятил свое выступление диалогу между церковью и государством, церковью и средствами массовой информации. Прежде всего, важно вообще осознать важность и необходимость этих взаимоотношений, увидеть позицию светского общества, светской власти, государственной власти, чтобы понимать, над чем мы работаем, предмет этих взаимоотношений, к чему мы стремимся и что вообще мы вместе можем сделать. Сегодня я вижу, что важно стремиться к социальному партнерству, чего порой не хватает. И сегодня, на мой взгляд, состоялось что-то грандиозное и очень важное. На конференции обсуждались также вопросы юридической грамотности и правосознания христиан, значения интернет-коммуникации и служения в сфере медиа, управленческие решения для роста и развития церкви. Здесь много профессионалов, которые каждый в своей области решал много практических вопросов, поэтому может делиться своим опытом, и много людей, которые имеют вопросы в этих направлениях. Обмен опытом и знаниями для эффективного христианского служения продолжится и после конференции. Организаторы мероприятия планируют проводить семинары по отдельным тематикам и делиться ценной информацией на площадках конференции в социальных сетях. Евгения Новикова, Александр Хурастеев. Специально для ТБН. На этом у меня все. Смотрите больше новостей на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Хороших выходных! Субтитры подогнал «Симон»!